Не верить фейкам о коронавирусе, которые могут посеять панику среди россиян, призвал и Владимир Путин на встречу с жителями Крыма и Севастополя, которая продлилась более двух часов. У нас есть все шансы рассчитывать на то, что и в данном случае коллеги наши отработают с высокой эффективностью. И чем быстрее, конечно, тем лучше. Это касается и препаратов предотвращающих заболеваний, это касается препаратов для борьбы с этим заболеванием, когда оно уже возникло. И срочная информация у главного врача коммунарки Дениса Проценко. Диагностирован коронавирус. Президент вместе с теми, кто борется с коронавирусом. Владимир Путин сегодня приехал в больницу в коммунарки, поговорил с врачами, зашел в палаты. На передовую борьбы с коронавирусом Владимир Путин приехал прямо с совещания. С Сергеем Собяниным и Татьяной Голиковой он как раз и обсуждал эту угрозу. На входе президента встречает главврач. Говорит, нужно бы переодеться. Владимир Путин приехал подготовленным. И пока лидер менял деловой костюм на неофициальный, сопровождающие ждали и обсуждали. Мы в коммунарке. В коммунарке. Это клиника, где на лечении находятся более 300 человек с подтвержденным диагнозом. У главврача больницы в коммунарке обнаружили коронавирус. Об этом сообщил телеканал «Россия-24». По словам журналистов, Денис Проценко чувствует себя нормально. Ранее он рассказал о новой болезни в интервью в рамках проекта «Эпидемия» с Антоном Красовским. Давайте посмотрим фрагмент этого интервью. Да, ситуация напряженная, потому что тот тренд, который я вижу, начинает потихонечку расти средний возраст этих пациентов. Потому что если до этого были наши любимые итальянцы, как мы и говорим, да, ребята молодые и девчонки, которые приехали из Италии. И мы понимали, что, наверное, это объясняло отсутствие тяжелых у нас пациентов, единичные пациенты, которые попадали в отделение реанимации. И мы пока обходимся БЗВЛ. В космос. А это как раз тот случай, когда президентской охраной командует главврач. И она вынуждена подчиниться. Вы остаетесь здесь? Да. Мы заходим. Владимир Путин в защитном шлюзе облачился в противовирусный костюм. Такое используют инфекционисты. И прошел в боксах, где лежат пациенты. Профессионализм врачей Владимир Путин оценил. Благодаря им удается сдерживать ситуацию имеющимися методами. Карантином и своевременным тестированием. Все на боевых постах. Не хочется употреблять этих военных выражений. Но действительно все работает у нас как часики. Такие хорошие механизмы, слаженные. Чувствуется, что люди знают, чему делать. Больница в Коммунарке как центр борьбы с коронавирусом в регионе выбрана не случайно. Это самая современная клиника, которую сдали только в прошлом году. А тем временем в Новой Москве строится специализированная инфекционная больница из быстро возводимых конструкций. Ее должны завершить в ближайшей неделе. Депутаты ужесточили наказание за нарушение карантина и фейки о коронавирусе. Теперь это не только денежные штрафы, хотя они огромные, гигантские, но и очень серьезные сроки. Тюремные. За нарушение самоизоляции до 7 лет лишения свободы. За распространение фейков до 3 лет или штраф до 700. Представьте себе, тысяч рублей. Так что лучше не испытывать судьбу и самоизолироваться самостоятельно, не дожидаясь, пока тебя изолирует кто-нибудь другой. Например, наша доблестная полиция. Срочная новость, которая пришла только что. Главный врач, главный коронавирусной больницы страны в коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Напомню, всего несколько дней назад. Проценко, Денис, главный врач, главный коронавирусной больницы проводил экскурсию по этой самой больнице для президента Путина. Рядом были, внимание, мэр Москвы Собянин, министр здравоохранения Мурашко, вице-премьер Голикова. Покажите нам, пожалуйста, эти кадры, если у нас есть такая возможность. Очень тревожно. Давайте прямо сейчас перенесемся в коммунарку. Вот кадры совещания. Проценко по правую руку от российского президента Путина. Пока мы налаживаем связь, покажите нам, пожалуйста, вынесите на экран крупно, если есть возможность. Денис Проценко только что опубликовал пост в социальных сетях, в Фейсбуке. Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на COVID-19. Но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело. Stay tuned, то есть остаемся на связи. Денис Проценко заразился коронавирусом. У него ковид положительный. Он сейчас самоизолировался в собственном кабинете. По-прежнему на работе, чувствует себя более или менее. Покажите нам кадры с Путиным. Несколько дней назад Денис Проценко общался с российским президентом и с огромным количеством представителей нашего правительства. Ну и Пескову, разумеется, сейчас дозваниваются абсолютно все журналисты. Только что удалось. Да, Собянин тоже был рядом. Разумеется, только что удалось связаться с Песковым. Был задан вопрос, что с Путиным. Рядом еще Попова тоже, обратите внимание. Это главный врач Роспотребнадзора. Песков ответил, что здоровье российского президента вне опасности. Он на регулярной основе проходит тесты на коронавирус. То есть без паники и тем не менее. Давайте у врачей спросим. Михаил Юрьевич, что теперь делать? Это ЧП? Надо огромное количество людей изолировать. Надо ли изолировать всех, кто рядом с Денисом на этих кадрах? Посмотрите, пожалуйста. Ну, на самом деле есть три принципа. Первый принцип – это выявлять. Второе – разобщать. И третье – лечить. Выявлять вот как раз все контактные лица, все люди с соответствующей клиникой должны пройти тестирование на коронавирус. А дальше разобщать в случае положительного ответа и лечить, если наступает болезнь. Потому что далеко не каждый инфицированный все-таки заболевает. Вот почему большое количество так называемых бессимптомных носителей. То есть люди ни на что не жалуются, но тем не менее инфекцию передать. Вот это вот принципиально важно. Нас сейчас успокаивают. Нас сейчас пытается успокоить сам Денис Проценко, сообщая, что он в кабинете превосходно себя чувствует. Более того, продолжает работать. Мы-то привыкли уже напрямую связывать COVID-19. С чем? С реанимацией. Путин сам же предлагает, требует проверить количество ЭВЛ в стране. То есть мы знаем, что это страшно опасно. Но Денис продолжает работать. Как такое возможно? Это страшно опасно, но тем не менее в большинстве случаев коронавирусная инфекция, вот эта новая инфекция протекает достаточно благополучно. Можно сказать, что это один из видов респираторной инфекции. Зачем тогда мы все это делаем, скажите мне? Зачем мы все ужесточаем? Он где в кабинете находится? В зоне, где нельзя входить? Или он сейчас в кабинете, так называемой, в чистой зоне? Он, наверное, кабинет. Давайте мы не будем скандалить. Никому пока неизвестно. Мы надеемся, что как только у нас появятся первые данные, мы немедленно сообщим их для наших телезрителей. Конечно, вот эта вот история с этой новостью, она немножечко так напрягает, во-первых. То есть вообще никто не защищает? Она настолько близка к каждому, что это теперь рядом с президентом страны. Лучше это понимать и действительно сидеть. Рядом с Голиковой, рядом с мэром, рядом с Поповой, рядом с теми, кто нас должен от коронавируса спасти. Лучше это понимать и сидеть дома. Еще одну секунду. Отдайте врач-то говорить, и они на нас покажут. Ну дайте доктору. Он даже перезиденту припасит. Опять же, вот коллега уважаемый сказал по поводу тестов. Ну не надо забывать, что первый тест, он совершенно не является абсолютным подтверждением, человек болен или нет. Потому что в начале заболевания тест может быть отрицательным, а через какое-то время он проявится. Но если он уже у него положительный, значит он уже заболел. Да, если он у него положительный, значит количество копий вируса в крови превышает порог. Зачем мы тогда занимаемся самообманом, если у Дениса Проценко положительный тест, значит Денис Проценко болен. Он инфицирован. Он инфицирован. А проявится ли это клинические его заболевания, начнет ли он чихать или просто бессимптомно проявится, мы это не знаем, мы посмотрим. Это зависит от организма. Я просто к тому, что все контакты должны тестироваться несколько. Ну я думаю, сейчас будет глобальная проверка. Я вам как политик скажу, мы вчера обсуждали с моими друзьями, товарищами, депутатами, ну там человек 10 нас сидел. И я тоже самое, и мои товарищи сказали. Вот зачем президенту? Вот я с уважением отношусь к врачам. Я понимаю, что они выбрали эту профессию, вот сейчас особенно инфекционисты, Проценко Денис, на передовой. Вспоминая того врача, который один из первых умер, который в Китае сказал, помните, китайский врач, ему не поверили и так далее. Но я вчера сказал, вот я бы на месте охранников всех, которые отвечают за охрану президента, посадил бы в тюрьму. Потому что любое государство, почему оно своих лидеров бережет? Дело не в том, что Путин не боится, он и на истребители мог полететь. Но почему мы смотрим фильмы, и он там президента своего государства усаживает там в изолятор, куда-нибудь в бунке, расливая на ночь. Почему? Потому что президент отвечает за ряд важнейших решений для государства. В том числе карантин, чрезвычайная ситуация и так далее. Перьер-министр Джонсон, Леонид Иванович, не посещал никаких больниц, он болен. Он пошел в больницу вместе с Собяниным, он должен был, как законопослушный гражданин, на завтра сесть на карантин. Между прочим, сесть на карантин. Вот так Жириновский пообщался там со своим товарищем депутатом, или депутат наоборот, тот, который пришел в Думу, его на карантин, он просидел 14 дней, у него не выявили вируса, между прочим, у этого депутата, не выявили. Но карантин... А жизнь депутата важна для страны, потому что вы поймите, он отвечает, он же почему-то с обращением выступил к нас. Вот вы сейчас в подводке сказали, Дума приняла ряд решений. Дума действительно приняла ряд решений, но не тех самых важных, о которых вы сказали, посадить, тюрьму, штраф. Самое главное, между прочим, там было принято решение дать правительству возможность вводить ряд мер, в том числе из чрезвычайного характера, чрезвычайного положения и еще там одно. А не так, Беглов захотел одно, Собянин другое, а третий губернатор, третий там в Подмосковье. А мы дали сегодня правительству право вводить эти меры, а они не имели захватить. Сокализованные меры. Да, дали эти права вводить. По президенту, конечно, факт очень плохой, но за президентом, слава богу, следят и должны следить. И вообще нужно вот таким, как Песков, самим не ходить на всякие вечеринки. И президента никуда сейчас не пускать, никуда. Ему вот по телевизору надо общаться, вот с этими полприедами, министрами, губернаторами. А они еще целые за ним, Собянин должен был ему сказать. Владимир Владимирович, я вас прошу, не ходите никуда, сидите в Кремле и руководите государством. Вам государством доверено, не потому что вы же необычный человек. Вот мы можем ходить. Ну, справедливости ради, Путин пытался договорить. Более того, сам Денис Проценко не знал о том, что к нему приедет Путин. А давайте для того, чтобы успокоить наших граждан, все-таки формулирую мысль о том, что дозвонились мы до Пескова. Песков сказал, что у Путина все в порядке, во-первых, нет симптомов. Во-вторых, он на регулярной основе сдает тест на коронавирус. Мы, как граждане, относимся в том, что я саму решу. Продолжение следует...